Дизель Шоу Спасибо! Мы начинаем! Началась пора свадеб-весна. Давайте послушаем, как проходит свадьба у обеспеченных украинцев и не очень. Добрый вечер, Украина! Приветики всем! Начинаем! Мой Буси сделал мне романтическое предложение на берегу океана. Это было очень круто! Наконец-то затащила своего в ЗАГС. В этот раз ноги не ломала. Потому что в прошлый раз это и сорвало наше мероприятие. Готовимся к торжеству. Буси на прокат взял шикарный смокинг. Он идеально сел. Ищи, ищи костюм, я тебе сказала. Или ты в трениках собрался в ЗАГСыке? Решили, что покупать свадебное платье – это дорого и бессмысленно. Поэтому взяли шикарное платье на прокат. Увидели, сколько стоит взять свадебное платье в аренду. У нас вся свадьба дешевле обошлась. Взяла платье у Гали. Она когда-то с дуру купила. Теперь моя задача – сбросить 30 килограмм. Чтобы никого не обидеть из друзей, взяли две пары свидетелей. Коля, кого угодно свидетелям, но только не твой Гриша. Во-первых, он женат. Во-вторых, алкаш. Вы же меня за стеклотару выкупите. В 4 утра приехали подружки и привезли стилистов. Мы открыли бутылочку шампанского и начали праздновать. В 4 утра приехала сестра с мужем. Коля с просонья подумал, что это воры, и хорошенечко приложился. Макияж пришлось наложить не только мне, но и сестре. Девочки пошли встречать моего Бусю и свидетеля. Буся подготовил и купил кейс с фальшивыми долларами. Эти дебилы и вправду хотели выкупить меня за стеклотару. Состоялась первая драка, и я победила. Мы заказали шикарный лимузин и доехали на нем до ЗАГСа. И что? Я в белом платье буду твою пятерку толкать? Ты с дуба рухнул. Стоим на остановке, ждем маршрутку. Самый романтичный момент в ЗАГСе, когда оба без раздумий сказали «да». Что ты там думаешь? Еще минуту подумаешь и думать будет нечем, Коль. Роспись решили делать не традиционную, а современную по-европейски с клятвами. Коля, я тебе Богом клянусь, если ты мне изменишь, то я вас обоих закопаю. Даже если просто подумаешь об этом, ты меня знаешь. Мы решили сделать двойную фамилию, чтобы не спорить. Что значит, Коля, ты не хочешь брать мою фамилию? Надо будет и отчество мое возьмешь. Решили, что в нашей семье будет полное равноправие. Поэтому нарушник встали вместе синхронно. Вот ну куда, ну куда ты лезешь? Этот шаг будет последним для тебя. Все, теперь можешь становиться. Обувь сними. Ты что, не видишь, он белый. Друзья нам сделали сюрприз и посыпались нас не только конфетами, но и лепестками роз. Шо ты эту мелочь собираешь? Ну хоть конфеты детям оставь, да? Скотина ты такая. Буся вынес меня на руках из ЗАГСа. Это так романтично. Свидетель-паразит. Подлил Коля в шампанское водке, поэтому из ЗАГСа его выносила я. Мы долго выбирали с Бусей ресторан. Он предложил на выбор, французский или итальянский. Остановились на греческом. Долго выбирали между шалашом в огороде. И Колиной пивнушкой. Решили раскошелиться и заказать столовую в нашем ПТУ. На входе в ресторан нас уже ждали гости с оригинальными подарками. Какие у Буси щедрые друзья. В финале оригинальных подарков оказались чайные сервизы и наборы постельного белья. Победила дружба со счетом 15-15. Все гости были восхищены нашим первым танцем. На что ты плачешь? Я тебе просто на ногу наступил. О, вон и скорая приехала. Срастется все, как в прошлый раз. Ведущий оказался очень оригинальным. Мы таких конкурсов никогда в жизни не видели. Галка во время конкурса перекатывания яиц. Что-то перепутала. И выкатила на два больше. Бедный свидетель. Хорошо, что скорая недалеко отъехала. Попросили мужиков остаться. В начале второго стола официанты подали фирменное блюдо от шефа. Все были в восторге. В начале второго стола старосты раздали гостям активированный уголь. Все насторожились. Так прикольно совпало. На мальчика и на девочку собрали одинаковую сумму денег. Что за гости? О, спа. Даже ползунки не окупились. Мой любимый Буся приготовил мне обалденный сюрприз. Салют в виде сердечка с нашими именами. Это так мило. Мы с гостями вышли посмотреть на салют с соседнего ресторана. Коля пять минут клялся и божился, что это сюрприз для меня. Пока в небе не высветились имена Яна и Олег. Сейчас бармены начнут показывать фаер-шоу. Все в предвкушении. Скорая, которая осталась после конкурса с яйцами, напилась до такой степени, что приехала ее откачивать другая скорая. Это шоу мы не забудем никогда. Приехали в президентский номер, в пятизвездочную гостиницу. В честь праздника решили дома застелить чистое белье. У нас есть 15 минут, пока Галка со столовой не пришла. Думаем поспать. Всю ночь занимались страстным сексом. Это было так незабываемо. Всю ночь считали деньги. Половина гостей забыли положить в конверт деньги. Завтра летим в медовый месяц. Уже забронировали гостиницу и билеты на самолет. Храни нас, Господи, завтра второй день. Уже забронировали машину скорой помощи и пожарку. Женитесь на здоровье. Женитесь, но берегите здоровье. Свадьбы бывают разные, но все они заканчиваются одинаково. Первой брачной ночью. Итак, номер «Первая брачная ночь» под ваш аплодисмент. Спасибо вам большое! Огромное вам спасибо! Мы были очень рады видеть всех! Вика, что ты перед ними распинаешься? Они всего 200 гривен подарили. Боже мой! Как хорошо! Я мечтала об этом... Семи утра! Ничего, в следующий раз на размер больше оденешь. Что значит в следующий раз? Вика, мы с тобой будем жениться до тех пор, пока свадьбу не отобьем. Ты уже посчитал? Ну, почти. Значит так. Ядю Витю, тетю Олю и тетю Марину на свадьбу больше не зовем. Они пустые конверты подарили. Но вот этот конвертик... Самый толстенький. Я оставил напоследок. Да! Ну давай, барабанная дробь. И... Ау! Это ж кто нас так любит? Блин, это, наверное, дядя Олег. Он же на маршрутке работает. Короче, Вика. У нас, значит, 22 тысячи гривен. Угу. 300 долларов. У-у-у! Ага. На мальчика дали 724 гривны. На девочку 928 гривен 40 копеек. И два жетона на метро, и какой-то придурок презерватив подарил. Сашка, слушай, это как на нашем первом свидании. Помнишь? У меня были деньги, а у тебя два жетона на метро и презерватив. Блин, да ну их, эти деньги вообще. Да. Не у них-то счастья. Ага. Ну что, перейдем к тому самому интересному моменту, который после смотрибы наступает, а? Ай, давай. Ах, не зря же я конкурс «Попади карандашиком» бутылочку выиграл. Попридержи ты свой карандашик, вначале надо корсет снять. Внимание! Работают профессионалы. Саш, Саш! Туго так, так. Что? Не затягивай наоборот! Санек, слышишь? Ой, не смотрю, не смотрю. Не смотрю, не смотрю, не смотрю, не смотрю. Что надо? Так это, знаешь, Санек, вопрос снял. Прости. Что? Слушай, у меня там с дружкой такое дело наклёвывается. На. Дай презерватив, а? Откуда у меня презерватив? Я теперь уже женатый человек. Что значит «откуда»? Я тебе сам его подарил. А, Тю, это ты. На, презерватив, всё, иди, иди. Давай, давай, пацаны, делайте это. Да хорошо. Прямо и налево. Ой. Всё. Ну что, начнём? Начнём. Корсет только сними. Да, Нашик, этот корсет надо. Сашка, дурочёк, дурочёк, Сашка. Открой, внученька. Это моя бабушка, Евгения Михайловна. Блин, она же уснула после первого танца. Значит, проснулась. Ну, открой, мало ли, может, человеку что-то срочное. Мне что-то срочное надо. Евгения Михайловна, здрасте. Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте. Чего хотели? Я это... Кушать, пить. Сушит. Забыла. Ну, вспомните, приходите. Счастливо. Ну что, начнём? Начнём. Вспомнила! Что вспомнили? Мне надо Вике сказать на ушко. Это секрет. Ну, хорошо, давайте, давайте. Только быстрее, я вас прошу. Я мигом. Да, 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 да. Слушай, Вика, может, ты к ней подойдёшь? Так быстрее будет? Хотя нет, 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 стой, пока она дойдёт, мы всё успеем. Саша! Бабулечка, что ты хотела? Викулечка, моя внученька, я хочу передать тебе нашу семейную реликвию. Мы передаём её из поколения в поколение. От бабушки к матери, от матери к дочери. Вот, внученька, держи. Это что, мамочка? На этой простыне свою первую брачную ночь провела твоя мама. Я твоя бабушка, твоя прабабушка. Твоя прапрабабушка. Твоя прапрабабушка. Бабушка! Да, я она провела. Я поняла. Спасибо, бабушка. Сделите. Спасибо вам большое, Евгения Михайловна. До свидания. Идите, идите с Богом. Береги ее, внученька. Обязательно, обязательно сбережем. Все будет хорошо. Счастливо. Ну что, начнем? Дочке передать не забудь. Да, бабушка. Начнем. Ай! Что? Что? Я еще не начал. Сашка, тут что-то колит. Конверт какой-то. Ты же говорил, что все посчитал. Это, наверное, дядя Олег еще 100 гривен по гривне под... Тут доллары. И много. Ничего себе. Тут тысяч пять. Ой-ой-ой. Слушай, так мы на эти деньги можем купить машину. Давай квартиру лучше купим. Где? В Козятине. Еще и на ремонт останется. Ох, Вика, я тебя сейчас... Начнем. Начнем. Вспомнила! Господи, что вы вспомнили? Сашенька, я вспомнила. Я для тебя настойку специальную принесла. Я ее деду в борщ подливала, и он меня всю ночь не отпускал. Ух! Евгения Михайловна, у меня с этим делом все в порядке. Эй, не обманывай меня. Если бы у вас было все в порядке у тебя вот с этим делом, вы бы уже жужухались бы. Если бы вы тут не жужухались, мы бы уже давно жужухались. Так что счастливо. Я говорю, пей. Саша, ну выпей, а то не уйдет. А то не уйду, Сашка. Пей, говорю, пей. Вот. Вкусно? Что ты загадаешь такая? Как что? Корень календулы, корень колганов, корень одуванчика. Корешки для корешка. Ну и, конечно же, бычий. Я понял. Все. Глаз. Все, счастливо. Идите со своими настойками. Ну теперь-то мы начнем. Начнем. Нескучной ночи вам со... Сашка. Что? Ну тебя теперь это настойкое так воняет. А ты не нюхай. Ну тогда не целуй. О. Кто там? Конь в пальто. Это кто? Это дядя Олег, который работает на маршрутке. Ну давай как-то с ним по-быстрому. Приколист, блин. Санька, тревог. Дядя Олежек. Что? Забыл. Да что ж у вас память у всех? Забыл сказать вам тост. Послушайте, а может быть утром? Утром мне за руль. О. Пардон. И Косечка, я просто пока не привык к тому, что теперь у нас есть ты. На. Ребят. Тонс. За вас. Да. Нет, 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 нет. Ну, и что теперь делать? Дядя Олег. Дядя Олег, вставайте. Вика, Вика, с ним не так надо, он же на маршрутке работает. Дядя Олег, у нас в салоне три льготника. Куда? Льготное место одно. Оплачиваем. Дядя Олег, выход там. Блин. Он у нас в ванной уснул. Ну да, когда бы еще водитель маршрутки выспался бы и в шампанском с лепестками роз? Ладно. Начнем. Давай же начнем уже. Подожди, Саш. А давай мы не будем открывать. Они подумают, что мы спим и уйдут. Давай. Подожди. Считаем. Раз. Два. Три. Оп. Начнем. Санек, ну что ты так долго? Блин. Я уже уходить собирался. Что ты хочешь? А вы уже все, да? Да. Десять раз успели. О, гигантиссимо. Слушай, у меня там с дружкой все капец серьезно. Наверное, даже будет свадьба. Вы не можете где-то погулять? Ты что, обалдел что ли? Да я с женой наедине побуду. Да, Санек, ну у вас еще вся жизнь впереди. А я, может, человека в последний раз вижу. Так, Егор, пошел вон. Да, пожалуйста, выйди отсюда. Ё-моё, жмоты какие. Все? Начнем? Начнем уже. Короче, так. Кто бы там ни был, идите в жопу. Ой, не с тех слов ты отношения с тещей начинаешь. Зятек. Марина Францовна, я просто думал, это Егор, ну, короче. Я поняла, да. Мамочка, а что ты хотела? Доченька, мне завтра на 8 утра на работу, я подумала, что от вас будет ближе. Я сплю, тихо, я вам не помешаю. Пожалуйста, ложись. Все, я сплю, у меня нет. А что это надо было сказать маме? Ладно, давай это. Давай начнем. Начнем. Давай начнем. Гори лосос напала. Мама! Такой трогательный момент был на свадьбе. Все, я сплю. Саш, ну, хотя бы обними меня, что ли. Не могу, я при твоей маме. Привыкай, зятек. Скоро мы будем жить в однокомнатной квартире все. Короче, все, я пошел, перекурю. Давай. Вспомнила. Что вы вспомнили? Что? Сашка, я же ты настойкой жуков колорадских травлю. Ну, ничего, ничего, побурчит месяцок и перестанет. Я уж пила. Ой, а у вас, смотри, телевизор есть. Сейчас я новости посмотрю. Ой, телевизор, какие новости, идите спать. Ну, какой я спать? Уже пять утра, я проснулась. Саню, можно воспользоваться вашей ванной, а то что-то она вина перебрала. Там дядя Олег спит. Блин, я задолбался ее таскать, короче. Егор! Что, Егор, это твоя подруга или моя? Подожди. Это ж, это ж мой конверт с баксами, которые я искал. А я думал, потерял. Мне ж его завтра в налоговую нести. Ой, 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 ой. Да, Сашка, правду говорят, что первая брачная ночь запоминается на всю жизнь. Ай, Вика, Вика, бери, наверное, жетоны. Пэм домой. Спать. Да какой спать? Вон, солнце уже взошло. Солнце встало! Второй день свадьбы начинается! Гори лосос напалала. Гори лосос напалала. Пиздень девчина стояла. Пиздень девчина стояла. Ой, косы-косы, вы мои. Ой, косы-косы, вы мои. Довго служили вы мне. Довго служили вы мне. Горька! 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 Дизель-шоу. Впереди в мае всех нас ждут выпускные вечера. Ведь главная проблема для родителей выпускниц – это выбрать платье на праздник. А у одной выпускницы платье было настолько ярким и блестящим, что с выпускного на рассвете домой ее принесли сороки. Но сейчас, дорогие друзья, мы с вами посмотрим, какое же платье для выпускницы пошили в одной нашей любимой семье. Ну, Бэмби, конечно, олень. Блин. Но блокбастер. Ё-моё. Вася! Вася! Чего ты сидишь, а? Через час выходить в школу, а ты еще в трусах. Это мне еще повезло, что у меня эти трусы остались. А так бы и их пришлось в эту школу на шторы сдать. На какие шторы, Васенька? На невидимые. Одиннадцать лет собирали деньги, а шторы никто не видел. Васенька, давай сходим в последний раз. А ты уверена, что последний? Вася, это выпускной вечер у твоей дочери, понимаешь? Не люблю я выпускные. Без меня идите. Вася, мы уже сдали на спиртное. С этого надо было начинать. Где моя рубашка? Где мои штаны? А, рубашку не надо, у меня майка почти чистая. Мама! Васенька, а ты не хочешь посмотреть, в каком платье на выпускной пойдет твоя дочь? Да мне какая разница, я деньги на спиртное уже сдал. Ты же знаешь, мне главное, чтобы не голая. А, слушай, а что должно быть прикрыто, чтобы ты сказал не голая? Валюха, я человек современный. Ага. О. Не ханжа там какая-нибудь, правильно? Ну, если у него вдруг там юбка будет, ну, чуть выше колен, ну, вот как у меня трусы. Да, ну, пускай раз в жизни оденешь. Праздник все-таки, правильно? Мама, а ты папу предупредила? Подготовила? Что? Доченька, тут как с пластырем. Надо срывать резко. Заходи. Что за пластырь? Что за шифры, е-мое? Сейчас, сейчас, сейчас увидишь. Вот. Янка, твою мать! Извини, Валюха. Ты что, с ума сошла, шо ли? Через час выпускной, а ты до сих пор в ночнушке ходишь. Иди одевайся. Е-мое, дочка у меня. Папа, это мое выпускное платье. Смешная шутка. А теперь иди, давай, переодевайся. Папа, ну это действительно мое выпускное платье. Ну, верх платья я вижу. А низ где? Иди ищи низ платья. Е-мое. Папа, это все платье. Что, серьезно? Тогда я не понимаю. Что с ним случилось? Что, собаки во дворе подрали? Папа, рваной сейчас модно. Серьезно? Мать, вот это ты дурочка. Что ж ты мне носки-то заштопала? Ты же их сделала не модными. А платье, которое у тебя репнуло. Помнишь, когда ты за колбасой потянулась? Нафига ты его зашила? Ёлки-палки. Оно ж только начало стать быть модным. А ты его крестиком. Крестиком. Все, шутки шутишь, Вась. А я не шучу. Сначала вот эти ваши трусы в попу. Вот что они прикрывают? Что они вообще обогревают? Как? А теперь целое платье и туда же? Давай ищи, там где-то должна быть змейка, чтобы ты ее вжиг, и у тебя нормальная юбка вывалилась. Папа, здесь есть змейка. Только вжиг, и платье станет короче. Еще короче? Куда короче? Папа! Ай, короче. Вот мать твою хотя бы взять. На выпускной, знаешь, какое красивое платье было? Это ж красотища. Там ящик водки под полами можно было пронести. Я она ж пронесла. Ты видела бы, как ее все провожали. Как все плакали. Трудовик с физруком на коленях стояли, умоляли, чтобы она на второй год осталась. Даже на третий. Вот именно. А ты вот это вот. Я ждал вам зарплатную карточку свою, чтобы вы пошли и купили нормальное платье на выпускной. А вы купили что, косынку? Васенька, это такой фасон платья. Фасон? Да. Тогда вообще надо было не покупать платье, а просто прикрываться моей кредитной картой. Папа, это современный дизайн. Дизайн. Я бы вот этого дизайнера в этом платье вывел бы на улицу, хай бы его люди молотками по голове забили. Папа, ты просто не современный, понял? Я не современный. Смотри. Окей, гугл. Окей, гугл. А блин, это от телевизора. Ё-моё. Валя, а зачем ты целлофан содрала? Я теперь их путаю. Вот, смотри. Окей, гугл. Кто самый красивый и самый современный? Вы Василий Петрович. Оба-на. Папа, то, что ты на диктофон записал эту фразу и постоянно мне её включаешься и делает тебя современным. Какой же диктофон? Вы Василий Петрович. Вы Василий Петрович. Вы Вас... Современный, я сказал, современный. Васенька, ты понимаешь, девочка захотела просто выглядеть красиво. Это я понимаю. Я не понимаю, что ж тогда красивое платье не купили, а? Понимаешь, но это почти классический стиль, Вася. Серьёзно? Да. Ммм, отлично. Отлично. Тогда всё, я готов. Пошли. Ты так пойдёшь? А что такое? Это почти классический стиль. Белый верх, чёрный низ. Не нравится? Пожалуйста, можно как на канале Фэшион. Я готова, я. Так ты хочешь? Вася, ты издеваешься надо мной, да? Это я ещё издеваюсь. Это вы издеваетесь. Это ты во всём виновата, мать. Сначала вот эти вот джинсы, из которых трусы торчат. Потом лифчик просвещающийся. Ты шо сказала? Всё нормально, пускай идёт. А теперь она вообще с катушек слетела. Ты хоть в трусах там? Папа, ты в трусах, я в трусах. Откуда я знаю? Может, это так водно сейчас, без трусов ходить? Папа. Шо, папа? Что? Ты шо, не понимаешь, у женщины должна быть загадка? А у тебя все отгадки видны? Васенька, смотри. Вот есть ленточка выпускницы. Давай я аккуратненько её вот так перевяжу. И хоть шо-нибудь да прикроет. А, Вась, смотри. Пускай, пускай. Хоть шо-то её будет отличать от путан. Только неправильно ты одела. Ага. Вот так вот одевай. Шо ты делаешь? Чтоб ничего не отморозило себе. Тебе ещё внуков мне... Кто там пришёл? Люди пришли, а ты голая ходишь. Мать, иди её одень во что-нибудь. Подожди, подожди. Подожди, идёшь. Ё-моё. Заходите. Здравствуйте. Мать, тут твою бижутерию принесли. Ты заказывала? Вообще-то я с вашей дочкой иду на выпускной. А, мать отбой. Яна, это твоя страшненькая подружка пришла. Папа, это не подружка. Это мой одноклассник. Здрасте. Ни хрена себе. Тогда у тебя появился конкурент в конкурсе королева балла. Тут у нас целый король быдла. Ты вообще понимаешь, что ты наделал сейчас, а? Когда? Когда заходил в подъезд. Там же бабки после подъезда сидят с разорванным мозгом. Они же не понимают, что сейчас зашло, наркоман или проститутка. Я нормальный парень. Зовут Юджин. Юджин? А христианское имя у тебя есть? Дай сам догадаюсь. Иуда? Или ты вообще не крещеная? Я Женя. Мы с Яной. Ты мне лучше скажи, мать, в курсе, что ты ходишь в ее шмотках? Это мой модный лук. Твой лук? Тогда стрелу спрять, чтобы она у тебя не вылетела. Ты мне скажи честно. Ты что, в карты кому-то проиграл? Или родители просто хотели сильно девочку? Ты хоть в трусах там? Ой, ее! Мать! Иди посмотри на голожопого Иуду. А кто там пришел? Здравствуй, Женечка. Какой ты оригинальный. Он не Женечка. Он голожопая Иуда. Женечка, наш папочка сегодня не в духе. Он тебя не сильно обидел, а? Я не успел. Природа меня опередила. Васенька, Женя нормальный мальчик. Нормальный? Единственное, что в нем нормально, это носочки белые и тапочки. Так сейчас модно. Да ладно, не прибедняйся. Так всегда модно. О, кстати, как вам платье Яночки? Это я его придумал. Правда? А, так вот, откуда ноги растут у этого платья. Там даже видно, когда она его одевает, откуда у него они растут. И где срастаются. Скажите, круто. Прям шок. Я просто будущий дизайнер одежды, а вы первый ценитель моего таланта. Вот скажи мне, дизайнер, Вот как ты сюда дошел вот в этом всем, так, чтобы ни один человек не подошел и не расквасил тебе рожу? Что же это за общество у нас такое безинициативное? Вы просто ничего не понимаете в моде. Ага. Поверьте, Яна сегодня вечером сделает фурор. Никому ничего она делать не будет. Даже не рассчитывай. Вот. Вот. Да это твою мать! Сразу вспомнил. Да. Это что, то же самое платье, что ты была на выпускном? Да, это мое выпускное платье. Помнишь? Когда я была в нем, ты впервые признался мне в любви. Как это ремонтично. Это что было на восходе? На восходе, деточка моя, он уже был в Зюзю пьяный. Мы до рассвета с ней уже первый раз поссорились. Это я на эмоциях накидался. Короче, Янка, вот в этом платье можешь идти на выпускной. Только не с этим победителем битвы экстрасенсов. Ну, папа! Все, я все сказал. А вот в этом пусть идет. Вот. Мой костюм, в котором я был на выпускном. Тридцать лет ждал, пока я в него влезу. Так и не дождался. Васька, какой ты худенький тогда был. Чья б корова мычала. Пап, мы, короче, пошли уже на выпускной, а то мы опоздаем. Давайте идите, мы с матерью вас догоним. Эх, Валюха, время-то как бежит, а? Да. Вася, полчаса осталось, а ты до сих пор в трусах. Могу снять? Вася, ну там официальная часть. А давай, как на нашем выпускном, пропустим официальную часть. А успеешь? Ты же, я знаю, минутное дело. Валюха! Санё, как успехи? Да вроде нормально. Всю ночь сыном аппликацию делали. Ему в школе задали аппликацию из семечек сделать. Так там вроде ничего сложного. Аппликация-то, может, и не сложная. А вот семечки такие вкусные были, что мы их все съели. А потом ещё всю ночь ездили по магазинам и искали, где точно такие же продаются. Да? Ага. А ну дай попробую. Надо будет с сыном сегодня тоже аппликацию делать. А твой сын в каком классе? Он ещё вообще в школу не ходит. Но будем пробовать. Слушай, а может я сегодня к вам приду, помогу? Приходи, конечно. Только со своими. Э. По статистике, в Одессе одной из главных причин разводов по-прежнему остаётся «не сошлись характерами». С моей мамой. Только в Одессе можно стать свидетелем вот такого свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. 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 Вы извините, но этот столик занят. У меня здесь свидание. Шо вы говорите, у меня тоже. Вы неправильно поняли. Я жду парня. Вы знаете, я его тоже жду. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Простите, а я вам не мешаю? Не, шо вы, у нас же с вами свидание. У нас... у всех? Да, вы ж познакомились с Женечкой по интернету. Ну? Ну да. И писали, шо вам приятно с ним общаться? Писала. Ну? Познакомились вы с ним, а приятно общались со мной. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Женечка, а кто это? Это моя мама. Была Львовна. О, очень приятно. А, скажите, а чего вы писали вместо Жени? Потому что у Женечки нет компьютера. Компьютер я ему подару только на свадьбу. Ну, допустим. Но зачем вы сейчас пришли на наше с ним свидание? Понимаете, Женечка очень стеснительный мальчик от природы. И первая девочка у него появилась только в 30 лет. Я даже помню, как ее зовут. Как вас зовут? Вика. Ее зовут Вика. Женя, давай, как учили. Вика, вы самая хорошая женщина в мире, поэтому я... Женя, как учили. Вы самая хорошая женщина в мире после моей мамы. О! Поэтому я хотел бы вам предложить близкие отношения, включающие флирт и интимную близость. А мне бы хотела для начала просто познакомиться поближе. Сколько вам лет? 28. Еще чуть-чуть и 50. Мой вам совет, хватайтесь за этот спасательный круг. А мне бы хотелось узнать хотя бы о Жениных достоинствах. О, он весь состоит из достоинств. Он не пьет, потому что гастрит. Не курит, потому что бронхит. Не дерется, потому что трусы денег лишних не тратит, потому что убью. Женечка, а кем вы работаете? Женечка работает в семейном бизнесе. А что конкретно вы делаете? Он не расстраивает маму. И получает за это хорошие деньги. А какой он романтик. За ним в школе все девчонки бегали. Ты помнишь, как из-за тебя подрались Лаура и Джессика? Мама, это же были собаки. Добрый вечер. Я приветствую вас в нашем ресторане. Что будете заказывать? Я бы хотела шампанского, салат. Ничего. Нужно будет на вас позовем. Oui. Вика, вы хотели шампанского? Вы знаете, у меня есть шампанское. И что? Вот что. Мама. Мама, что вы меня позорите? Это ресторан. Пока я жива, ты будешь кушать то, что приготовила тебе твоя мама. А это я приготовила салат из семги. Вика, вы не слышали, си семги. А здесь, Женечка, твои любимые рибные котлеты. Из-за них, кстати, собаки и подрались. А вы могли бы поговорить тет-а-тет? Конечно, конечно. Разговаривайте о чем угодно. Тет-а-тет это один на один. Вы хотите, чтобы Женя ушел? Нет, я как раз наоборот хотела Женю узнать получше. А, узнать получше? Вы знаете, я с тобой захватила наш семейный фотоальбом. Подойдите, вы узнаете его получше. А, смотрите. Здесь Женечке три года, и он голенький. Ого! Мама, зачем вы это приклеили? Ша, мама всю жизнь продавала просроченную рыбу, и тебя продаст. А вот это ему 13 лет, он сразу же после обрезания. Не думала, что обрезают так много. Да. Это Равин переборщил, переволновался. А вот это 25 лет, и он опять голенький. Мама, а что вы тут ничего не приклеили? Ага, вот эту фотографию я уже видела на сайте знакомств. Шо? Мама, вы шо выставляете этот срам в интернет? Знаете шо, мама, мне это все надоело. А? Какой характер, а? Альфа-самет! Мама, я не шучу! Ша, показал характер и сядь! А вы, деточка, встаньте, я на вас хочу полюбоваться. Повернитесь. Улыбнитесь. Ну, хоть зубки ровненькие. Вика, скажите, у вас есть какие-то вредные привычки, может быть? Нет. А вот у меня такой вопрос. Когда вы в душе горячую воду открываете, вы сразу становитесь или ждете, пока холодное стечет? Жду, пока холодное стечет. О, говорите, не имеете вредных привычек. Скажите, пожалуйста, чисто гипотетически, если у нас с Женей будет первая брачная ночь, вы тоже ляжете между нами и будете все контролировать? Зачем вы такое говорите? Я Женечке написала подробную инструкцию. Представляю. Там и для вас есть несколько дельных советов. Вы серьезно думаете, что я должна с вами обсуждать свою интимную жизнь? А почему нет? Извините, пожалуйста, что вмешиваюсь в ваш разговор. Но, Вика, почему бы вам не прислушаться к советам моей мамы? У нее, в отличие от нас, таки есть сексуальный опыт. И вот вам результат. Судя по результату, этот опыт был единственный раз в жизни. Что? Вика, не спорьте. Если моя мама решила сделать нас счастливыми, нас уже ничего не спасет. Женечка, а у вас есть свое собственное мнение? Ну, шо вы? Есть, конечно. А можно Женя хоть что-то сам ответит? Да-да-да, я молчу. Женечка, я вам вообще нравлюсь. Ну, вы знаете, не так, чтобы особо, да, но и не такое уже категорическое, нет. Женя, я пришла на свидание с вами, а не с вашей мамой. Ой-ой-ой, что-то вы уже не нравитесь, Женечка. Нет, я ему нравлюсь. Нет, не нравлюсь. Нет, не нравлюсь. Нет, не нравитесь. Давайте у Жени спросим. Не надо, пожалуйста. Ой, господи, звонок. Извините, это по работе. Алло, да. Ну, такое, маленькое, рыженькое. Женечка, а давайте куда-нибудь убежим? Давайте, а куда? Плоское, как камбала. Я не знаю, куда-нибудь подальше от вашей мамы, на набережную. Ну, из плюсов, шо из плюсов, кушает, наверное, мало. На набережную я не могу. Там сейчас прохладно, а я без почтаников. Меня мама заругает. Хорошо, хорошо, я сейчас спрошу. И, конечно, меня извините, это не в моих правилах вмешиваться в чужую личную жизнь. Но вы ответьте мне на вопрос, свадьба будет или нет. Людям надо что-то думать. Скажите, пожалуйста, а на свадьбе невеста будет делать выкуп за жениха? Это почему? Потому что у меня такое ощущение, что Женя у вас в заложниках. Я сделаю вид, что я этого не слышала. Но я знаю, шо мама это запомнила на всю жизнь. А скажите, Вика, вы любите детей? Не так, как вы, конечно. Но люблю. Все понятно. Воспитание внука ляжет на мои хрупкие плечи. Но ничего, от Женьки осталось много детских вещей. А у нас, может быть, девочка будет? Так они девчачьи. Они мне достались от мамы. А, я хочу узнать Женю получше. А вы все время говорите, говорите. Вы можете хоть минуточку помолчать? Да-да-да, я молчу. Набрала в рот воды. Мама, набирайте. Женя, скажите, сколько вы зарабатываете? Я получаю восемь тысяч. Ты отдаешь мне семь восемьсот? Куда ты остальные деньги деваешь? Ты начал покупать жвачки? Мама, залейте рот. Женя, скажите, а куда бы вы хотели отправиться в свадебное путешествие? Вы знаете, мне нравятся азиатские страны. Поэтому я бы хотел отправиться в Париж. Жаль, а мне нравится Таиланд. Таиланд исключено. Мама боится летать. Да вы можете помолчать. Все. Я молчу. Рот на замок и ключ вам. Чтобы я еще хоть раз этим людям что-нибудь посоветовала. Свое время убила. Мама! Женя, скажите, кто, по вашему мнению, должен заниматься семейным бюджетом? Вы знаете, я думаю, что деньги должен зарабатывать мужчина. А тратить их должна, конечно же... Ну, конечно же, мама шли мазал. Что мне это надоело? Вы должны определиться, Евгений. Или я, или ваша мама. Спасибо, женщина. У нас много кандидатур, кроме вас. Ах так? Тогда, Жень, прощайте. Стойте. Стойте, Вика. Что? Вы. Да. Я хотел вам сказать. Говорите, Евгений. Я хотел вам сказать. Ну? Что вы. Что вы мне. Что вы мне. Что вы должны еще за семью и за шампанское. Слухайте сюда, мамаша. Что? Сядьте. Теперь буду говорить я. Что вы меня хотите втюхать? Вот этого 30-летнего приростка, которого до сих пор кормите грудью? Вы думаете, у меня глаза на затылке, что я не вижу вашей семы. Это крашеная селедка, а шампанское – это паленый шмурдяк с газировкой. Вам что-то не нравится на этой шикарной витрине? Так нажимаем с кисточкой. Стойте, Вика. Женя, если ты не женишься на этой девочке, ты будешь полный идиот. Вика, Вика, шо ж вы раньше не вскрылись? Потому что у меня тоже есть мама, и она меня тоже таки чему-то научила. Вы знаете, я уже хочу познакомиться со своей свахой любимой. Так что мы стоим, давайте знакомиться. Мама, вылезайте из-под стола! А я бы вылезла еще на плоской камбале, так я таки застряла. Зато я за что положение в носочки. Чем старше бабушка, тем больше у нее старых телефонов. Как такие телефоны появляются у бабушек, давайте посмотрим. Ой, хорошо, спасибо большое, что вспомнили, что не забыли, что у бабушки день рождения. Все приехали, ух, сидим, веселимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Четыре часа уже сидим, веселимся. Хоть бы кто слово сказал. Внук, внук, Саш, Саша. Саша! 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 Что, бабушка? Хей! Подай соль бабушке! Соль! Сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, конечно. А что это было? Телепатия, что ли? Или... Сынок! 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 Что? Сынок! Скажи, что-то маме приятное. А? Скажи. Мамулечка, ну что сказать? У меня тут онлайн-конференция, а скайп под моим логином не коннектится. А хотелось бы законнектиться. ЗАКОНЕКТИТЬСЯ. ЗАМУЧИТЬСЯ. Спасибо. Ничего не поняла, правда? Ну, надеюсь, хорошее что-то сказал. За это и выпьем. Ух! Невестушка, а ты что скажешь? Яна! Яна! Я фотографию по мылу передаю. Фотографию по мылу? Хорошая наливочка у бабушки. А ты что делаешь, внученька? В Фейсбуке сижу. Господь с тобой, у меня ты дома сидишь. Бабушка, ну Фейсбук это социальная сеть, чтобы больше общаться. А как это назвать? Что такое Фейсбук? Это Фейсбук? Фейсбук дословно переводится как «лицо книга». Лучше б вы жопу бумагу купили. А то кончается быстро. Кто-то засядет со своими танчиками в туалете. Да, внучек? Саша, 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 Саша! Сын, сын, сын! Что? Сын твой оглох! Что, бабушка? Хочешь тортика? Нет. Да. Сейчас принесу, сладкоежка мой! Я вообще понять не могу, что мы к бабушке ездим. Потому что мы по бабушке скучаем. А мы не можем по бабушке из дому скучать? Не можем, мы хотим с бабушкой пообщаться. И же скучно. А с нами ей охренеть, как весело. Вика! С днём рождения меня! С днём рождения меня! Давайте все вместе! С днём рождения, бабушка! С днём рождения меня! Торт-желейка! Налетай на желейку! О, прикол торт! Класс! А ну-ка, все сюда смотрим сейчас! Всё, передам потом. А, то есть бабушка, они фотографироваться не хотят, а с куском желатина, пожалуйста! Единственное. Так, напоминалка, подарок. Подарок, подарок, какой подарок? Олег, ну подарок. Мамулька, ну ты совсем нас заболтала, заговорила. У нас же подарок для тебя. Ещё какой. Ну, давайте все вместе. С днём рождения! Ага. Ой, а чё это такое? Бабушка, это айфон третий. Дорогая штука. Пятьсот баксов стоил. Ага, за иконами спрячу. А телефон у меня есть. Вот, хороший телефон. Бабуль, это ж Нокия, старьё. Этот телефон, между прочим, мне от тебя достался. Ну да. Да. А тебе папа твой подарил. Да. А папе твоему я на первую пенсию купила. Семнадцать лет прошло, пока телефон снова к бабушке вернулся. Надежда Ивановна, ну айфон намного лучше вашего старого телефона. Ну, чем лучше твой айфон, ну. Мамулечка, ну, во-первых, коммуналку можно платить. Вот прям не выходя из дому. Не нужно в очереди стоять, не нужно ругаться. Не нужно ругаться? Вообще бесполезная штука. Мамулечка, ну там есть скайп, вайбер, инстаграм, фонарик. Фонарик! Что ж вы не сказали? Какая классная штука! Фонарик за пятьсот долларов. Это ж как он светить должен-то! О, это кому такая ретро-эсэмэска пришла? Это ко мне пришла подруга в дверь. Открыта! Надежда, привет! Здравствуй, моя хорошая! Здравствуй, моя хорошая! Здравствуй! И вот, все родственники приехали, сидим вот. А кто умер? Дура ты! У меня день рождения! Подарок подарили! Тебе тоже фонарик подарили? Ага. Третий? Ах, вон! Лохушка, у меня уже пятый. Пятый фонарик? Пятый фонарик, смотри. Ух ты! Весело тут у вас. Да, весело. Все, этот интернет проклятый. Откуда он только берется здесь? Я уже и окна позаклеивала, и двери новые вставляла, батюшку приглашала. Все равно этот интернет лезет и лезет. Эх ты, темнота! Он же к тебе по шнуру заходит в квартиру. А? Вот в ту штуку черную он. Заходит, а из нее по всей квартире расползается. Вон она, вот он. Ах ты, гадина, рогатая. Я ж с тебя пыль-то сдувала. А эти, главное, говорят, бабушка, смотри, не трогай ее, а то электричество во всем доме пропадет. Ну, я тебе сейчас... Ты чего делаешь? Это тебе за инстахрень! Ты чего делаешь? Это за жопокнигу! Это за... Ты, 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 дур старый, инфаркт хватит. Можно же было с розетки дернуть. Э, что, у всех интернет есть? Завис. У меня что-то тупит. Что за день сегодня дурацкий такой? Вообще-то сегодня день рождения твоей мамы, вашей бабушки. А вы пришли, уперлись в свои экраны, хоть бы слово хорошее сказали какое. Не стыдно вам, а? Ну, че ты, че ты? Мамулечка, ну, ну, извини нас, пожалуйста. Че, че? Слушай, ты похорошела, блондинку выкрасилась, хорошо. Вообще-то это, это я посидела сюда. Бабулька, а у тебя такой платок клевый, где взяла? Это ж вы мне на прошлый день рождения подарили. Надежда Ивановна, а вы до сих пор пользуетесь моей помадой, да? Ну, так вы раз в год приезжайте, я раз в год и пользуюсь. Мамулечка. Мои хорошие. А я, а я же, а я же 3G могу раздавать. Че, 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 че. ДИЗЕЛЬШОУ. 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 ДИЗЕЛЬШОУ.